Зал культурно-спортивного центра «Мечта» 18 марта был отдан в распоряжение людям труда. Тем, кто неутомимо работает, обеспечивая тепло, свет, воду в наших домах, порядок и уют на улицах, во дворах и подъездах. Наша сфера такая интересная сфера, лично-коммунального хозяйства, что, как говорится, всем не угодишь, всем не угодишь. Мы всегда совершенствуемся, но вместе с тем, наверное, положительных отликов больше, чем отрицательных. Приветствуя торжественное собрание, Дмитрий Ольховик назвал труд коммунальщиков мотором экономики района и особо подчеркнул изменения последних лет в системе ЖКХ. По программе партии «Единая Россия. Чистая вода» строятся новые водозаборные узлы, станция безжелезования, модернизируются системы водоподготовки. Модернизируются котельные, трассы тепловодоснабжения и канализования. Модернизируется наружное освещение, создаются новые слова в этой отрасли, создание декоративной архитектурной подсветки. Закупается новая коммунальная техника, которую мы внедряем на местах во всех наших городских и сельских поселениях. Во многом это реализуется по программе правительства Московской области. Отдавая должное позитивным преобразованиям в системе ЖКХ района, Дмитрий Ольховик признал, что труд коммунальщиков по-настоящему не оценен. Работа для молодых малопривлекательна, в передовиках в основном ветераны. Эти слова нашли подтверждение и во время награждения. За почетными грамотами, благодарственными письмами Министерства ЖКХ, главы Одинцовского района, руководителей различных поселений, на сцену приглашались кадровые специалисты. Среди отмеченных Алексей Мытарев из Старого Городка. 33 года он служит столярному и плотницкому делу. Дошел до 6-го разряда. А вот государственных наград пока нет. Писем благодарственных, конечно, много у меня за всю жизнь. Это я не спорю. Главное, чтобы работа шла нормально. Остальное все это второстепенно. Главное, чтобы для людей сделал. И ладно. Аплодисментами аудитория встретила заслуженного энергетика страны, заслуженного работника ЖКХ России Александра Голубева. Он пришел пожелать коллегам успехов и веры в то, что их труд будет всегда уважаем, востребован и достойно оценен. Председатель территориальной профсоюзной организации жизнеобеспечения Зинаида Кузьмина пригласила на сцену и специалистов из сферы бытового обслуживания, мастеров «Золотые руки». Кстати, все заботы по организации профессионального праздника много лет лежат на ее плечах. Весна на улице. Значит, у нас работы много. Чистота нового теплоустройства. Ну и, естественно, хорошая зарплата. Желаю вам здоровья, счастья, новых спортивных успехов и вперед! Праздник завершился большим концертом творческих коллективов Культурно-спортивного центра «Мечта». Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, Леонид Бурдин, Дарья Киреева, телекомпания «Одинцоло».